Друзья, здравствуйте! Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. Сегодня вам покажем массаж коррекции линии талии. Это очень актуально перед Новым годом для того, чтобы женщина привела себя в порядок перед великим нашим праздником. И, конечно, будет актуально после Нового года для того, чтобы убрать все излишние килограммы, отложения, которые могут появиться в период обильного питания, алкогольного возлияния. Уж не знаю, как это еще назвать. Массаж мы начинаем со знакомства с клиентом. Мы переходим к линии талии очень плавно. Мы процедуру начинаем с надавливания и легкого раскачивания. Хочу таким моментом поделиться еще, почему начинаем процедуру с этого. Потому что сейчас у меня нет, к сожалению, масла под рукой. Я пришла на работу и с ужасом увидела, что масла нет. Что я сделала? Я просто позвонила в магазин и заказала масло. Это очень удобно. Не нужно бежать в аптеку, потому что у меня сегодня очень плотная запись. У меня нет даже секунды времени, чтобы выйти и купить масло. Поэтому всегда под рукой у меня телефон или сайт магазина метра, где можно заказать, сделать заказ. И курьер в течение 2 часов вам привозит не только масло, но и продукты, очень важные для того, чтобы порадовать клиента травяными чаями, теми же самыми лимонами. И, конечно, я не забываю про себя, потому что скоро Новый год. И какие-то продукты для дома я тоже себе заказываю. Так как я работаю 6 дней в неделю по 12 часов, мне некогда даже не то что ездить, даже ходить в магазин. Это очень удобно. И сейчас минута на минуту, пока мы делаем массаж без масла, ручки вдоль тела, ждем масла и прорабатываем мышцы и фасции с помощью такого нажатия, как прессотерапия. Движение очень сильно расслабляет. Здесь обязательно нужно воздействовать на мышцы под углом 90 градусов. И самое важное, чтобы это были медленные глубокие движения. Особенно для тех, кто занимается в зале или йогой, такое расслабление мышц. Сейчас такие тенденции на самом деле, даже для массажа лица, начинать именно со знакомства с клиента, со стоп, проходить надавливающими движениями по всему телу. И потом переходить к той процедуре, которую непосредственно выбрал клиент или порекомендовал мастер. То есть перекрестные движения, здесь можно попросить клиента голову повернуть на бочок. То есть такое движение бабочка. О, это наверное магазин метро. Добрый день. Добрый день. Спасибо большое. Вот наше долгожданное масло. Спасибо вам огромное. А администратор распишется на рецепшене, потому что уже некогда. Спасибо огромное. Здесь мои масла. Ну наконец-то у меня в руках заветное масло. Теперь все клиенты останутся сегодня при ойл массаже. И сейчас мы закончили знакомство с клиентом, некую проработку по мышцам глубокую, как прессотерапия. И теперь мы начинаем ойл массаж. Спасибо большое. Еще раз хочу передать Бринквэл. Это доставка, которая доставляет все продукты по ценам магазина метро. Можно зайти на сайт и заказать на сайте уже буквально это 15 минут займет. Вы ничего не переплачиваете, к вам приезжает курьер за 2 часа, то есть через 2 часа. И все продукты вы заполучаете к Новому году, к любым праздникам. Но опять же, как я массажист, мы заказываем в салон любые чаи, лимоны, то, что нам нужно, молоко, кофе для клиентов. То есть это все мы оттуда заказываем, дабы не бегать в ближайшие магазины, никого-то не посылать за этим, не напрягаться, не тащить. Мы же женщины, так что лучше пусть таскают большие упругие курьеры. А теперь мы начинаем массаж, ойл массаж, проработку линии талии, как мы и обещали, по кокосовому маслу. Здесь еще в составе кокосовое масло и масло Брахми. Для чего масло Брахми в основном используется? Оно используется во многих методиках. Прежде всего оно успокаивает, дает релакс для нервной системы, хорошо влияет на наши суставы. То есть оно их разогревает изнутри. Очень любят в Айурведе это масло применять. Оно способствует также, если наносить его на голову, рост волос. Поэтому такое многофункциональное масло. В принципе основа кокосовое масло и с добавлением масла Брахми. Поэтому оно дает хорошее скольжение, его надо немного. И мы начинаем проработку. Здесь можно использовать сначала полотенце, для того чтобы захватить складочку. Если ее можно захватить без полотенца, то мы делаем это без полотенца. Здесь очень красивая линия талии, прорабатывать нечего. Наша любимая Алина все-таки стремится к совершенству и говорит, что ей обязательно нужен этот массаж до Нового года, чтобы хорошо к нему подготовиться, выглядеть на 5 с плюсом. Так же у крупных клиентов можно еще и здесь живот. У Алины живота нет, но если есть живот, можно еще и работать с животом. Но если не делать массаж, то живот будет, поэтому приходите к Оле и делать массаж. У Алины был огромный живот 3 дня назад. Представляете, за 3 дня. Это все от моего массажа. С кокосовым маслом, с доставкой Бринквелл. Нет, на самом деле так. Я очень напрягаюсь, когда хожу в магазины, особенно когда прихожу на работу, а масла нет. И нужно что-то делать, а никто сходить не может. Потому что у всех тоже полная запись. Вот это провал. Ссылочку на масло. Да, ссылочку на масло сделаем. Оставим или нет? Оставим, конечно. Очень сильно попросят ваши любимые, уважаемые. Уважаемые, главное. Если линия талии достаточно обширна, можно совершенно различные движения применять. Это стимулирующие движения, такие щипковые. Они дают хороший лифтинг и хороший лимфодренаж. Из-за того, что после того, как я отщипываю, создается небольшая вибрация. Это стимулирует поверхностные лимфатические капилляры. Потом клиента мы можем перевернуть на спину. Сделать массаж живота. И потом перевернуть на другой бок. Или, чтобы было симметрично, сразу попросить перевернуться на другой бочок. Видите, какая гиперемия пошла? Вот эти места, где вы чувствуете скопление подкожного жира, как раз их нужно прорабатывать. Достаточно удобная поза. Клиент ногу на той стороне, на которой он лежит, выпрямляет. Другую ногу сгибает в колени. И для клиента тоже комфортно. Можем попросить клиента перевернуться на другую сторону. Получается, левую ногу мы выпрямляем. Но можно наоборот. Можно попробовать. Вот так удобнее. Конечно, клиент – это самое важное, что у нас есть, как у мастеров массажа и косметологов. Поэтому как клиенту будет удобно. Главное, чтобы мастеру в этот момент тоже хорошо жилось и тоже было удобно. Потому что если мастеру будет неудобно выполнять процедуру, клиент от этого будет всегда страдать и получать процедуру неполноценно. Так же я наношу масло. У него очень приятный запах натурального кокосового масла. И еще чувствуется небольшой аромат, тоже достаточно легкий. Масло Брахми. Можно было Алине сегодня сделать еще массаж головы по этому маслу. Волос бы стало на следующий день еще большего. Но так как голова чистая, Алина не может позволить испачкать волосы. Иначе придется опять делать укладку. Вот такие женщины. За укладку отдадут все. И за тонкую талию тоже. Больно, да, я смотрю? Больно. Лицо меняется. Когда ты начинаешь снимать, она лежит и улыбается. Мы эту зону редко делаем именно в таком положении. Также, если линия талии достаточно большая, можно применять различные дополнительные массажеры в виде банки. Медовый массаж также можно выполнять. Только по меду. В таком же положении клиента. В таком же положении клиента. Видите яркую гиперемию без всякого применения каких-либо разогревающих средств. В таком положении очень удобно прорабатывать бока и линию талии. Теперь продолжаем. Нужно еще бока нам проработать с другой стороны, с зоны спины, чтобы была полноценная проработка проблемных зон. Подготавливаем клиента. Делаем ему приятно. Потом начинаем переходить к активному массажу. Как раз то, что я говорила, можно воспользоваться банкой. Можно проработать глубоко руками с меньшим количеством масла. Потом нанести побольше масла и уже применить банку. Чем больше масла, тем клиенту будет менее чувствительнее, когда мы работаем банкой, когда мы создаем вакуум. Если масла будет мало, то чувствительность к такому воздействию будет сильнее. Если бока достаточно обильные, то можно воспользоваться еще лимфодренажными движениями. Здесь мы лимфодренажные с усилием ведем к ягодице, здесь к подмышечной впадине. Больно, да? Ну, да. Болелось. Ну, пока это все терпимо. И с другой стороны. Очень еще важно заглаживать ту зону, если клиенту больно после воздействия вакуума, то мы заглаживаем рукой, делая тем самым антистресс. То есть провели, загладили. И тогда ощущение боли снижается. Но глубина проработки остается той же. Не хотим, чтобы нас блокировали, поэтому полотенце держим усиленно. И опять же к лимфатическим узлам подмышечным. Такой массаж занимает от 20 до 40 минут в зависимости от объемов, которые есть у нас на этих зонах. Опять же, 10 – это минимум сеансов, 20 – максимум. Сеансы делаются через день, через два дня, максимум через четыре. Если сеансы проводить с промежутком больше четырех дней, то не будет накопительного результата. Будет просто поддерживающий результат. Так что кому нужна талия к Новому году, пожалуйста, приходите на процедуры к своим массажистам. И к Новому году у вас будет идеальная осиная талия. Друзья, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, переходите по ссылке ниже и заказывайте продукты в Bringwell. До встречи!